Всем привет! Здесь говорят... Я посмотрел недавний ролик Навального, ожидая качественного расследования, как всегда, использования каких-то сложных систем и информации о офшорах, коррупции, взятках, конкретной информации, конкретном уличении в неправомерных действиях. И в этот раз речь шла о Елене Малышевой. Собственно, этот персонаж представлять не стоит, но, коротко, я даже когда живу еще в России, она уже популярна была, и многие, в том числе, кто сегодня подключился, наверняка смотрели либо целиком шоу, либо отрывки, в которых высмеивались практики Елены Малышевой, что она там говорит какую-то чушь и прочее. Все над этим, весь интернет потешается уже, в принципе, давно. Но это не умиляет того факта, что если вы, по крайней мере, хоть когда-нибудь что-то делали, какую-то работу, постоянно, постоянно от вас ожидали результата, вы постоянно занимались каким-то трудом, то знайте, что это, в принципе, сложно. И это тот случай. То есть, сам Навальный говорит, что Елена Малышева круглый день ее, грубо говоря, показывают, каждую неделю, несколько шоу по самым разным каналам и так далее, и так далее. Что это говорит об этом человеке, в первую очередь, без всяких, конечно же, предысторий и предрасположенностей негативных об этом человеке. Конечно же, только то, что этот человек работает. А в случае Елены Малышевой просто пашет. Это, конечно же, как и у других различных модераторов по государственным ТВ в России, да и не только, они пашут серьезно. И, конечно же, это выливается в финансовых суммах за месяц, за год. Я скажу, что в Германии заработки больше 100 тысяч евро за месяц, в принципе, вполне себе обыкновенные, если ты модератор в каком-нибудь относительно популярном канале. Даже не самый популярный модератор. И в России это не исключение. То есть, посмотрите официальную зарплату того же Сечина. Она, или, в принципе, официальные зарплаты топ-менеджеров в России. Здесь вот перед расследованием еще Навальный расследовал про многих чиновников, что они получают, на самом деле, еще больше, чем вот это официально. Но даже если официальная зарплата в России, она на уровне с мировыми, в принципе. И, конечно же, человек может себе много чего позволить на эти деньги. И в ролике Навального, что меня больше всего поразило, там не было ни одного расследовательского аргумента. То есть, Навальный рассказал, кто такая Елена Малышева, попытался ее обосрать, как и весь интернет. Ну окей, ну тебе смешно, что там про яички показывают или еще что-то. Но вот он отрывок ставит, и вот, мол, вот она плохой человек, потому что вот в ее шоу это показывают. Нет, это просто тебе, Навальный, и его команда. Не нравятся эти ролики. Они могут быть абсолютно тупыми, но это ее шоу. То есть, так как это мой канал. И другое дело, что это государственный канал, что-то производит за налоговые деньги и так далее. Но тогда борись системой. Борись системой, в принципе, чтобы не было государственных каналов, или чтобы это все по-другому финансировалось. Смотри вот на это, а не то, что делается в шоу. Если на все шоу посмотреть на ТВ государственном, то можно там найти кучу всяких абсолютно бесполезных шоу. И Елена Малшева с ее программой о здоровье, она будет не на первом месте самых глупых и бесполезных, как ее представил Навальный. И то, что он дальше рассказал, в каком она дворце, там живет, в Америке, или у нее имеется. Живет она, конечно, зачастую, наверное, большую часть времени в России. А что имеется у сыновей и так далее. А что дальше? Я вот основной момент как-то упустил. Где было расследование? Это то, что у нее есть. А как она это заработала? По мнению Навального, как-то прислуживая актуальному режиму. Но у нее есть свое шоу и свое мнение. А у Навального свое мнение. Но мнение – это как дырка в жопе. Есть у каждого. Нужно смотреть на факты, на аргументы. Но их Навальный не привел, к сожалению, в данном случае. Мы посмотрели на то, что там дворцы такие золотые, крутые, все классно. О том, что где-то медицинские работники, у них не хватает того, сего, пятого, десятого. Но причем не Селена Малышева? Она богатый человек. И к чему в итоге призыв Навального был? Ко всему подряд. То есть это богатый человек, а вот есть люди, которые нищие. И что дальше? Серьезно. Типа есть Европа, всегда была Европа. Есть США, есть Африка, в которой по десяткам тысяч человек в год умирает. Даже какой, блин, а в год? В год сотни тысяч идет счет от голода. И как-то Навальный об этом что-то говорит. Может, он говорит, перейти на растительное питание, потому что это имеет смысл с точки зрения использования ресурсов более рационального. Нет. Странно, да? И в итоге, мой основной пункт, очень, да, такой звоночек прозвучал в моей голове в этот момент, то есть сигнал серьезный о том, что Навальный делает видосики, своим имиджем продавливает буквально любую информацию, даже такую пустышку, как псевдорасследование о Елене Малышевой. И в комментариях люди пишут, спасибо, отличное расследование, как всегда на уровне. Серьезно? Там не было вообще расследования. Там просто было перечисление того, чем Елена Малышева обладает. Там не было никакого расследования. И все это в открытом доступе, на самом деле. И это, конечно же, очень печально, что лояльные подписчики, даже несмотря на свою лояльность, это не заметили. Вот я лояльный подписчик Навального, я его зритель, я периодически смотрю его расследования, мне нравятся вот эти все многоходовочки, что, ага, вот эта фирма, оказывается, на того записана, и она перевела деньги тому же самому. Это вот коррупция, туда-сюда, взятки. Это все мне нравится, но здесь не было вообще ничего. И что с этим делать? Публика проглотила. А, просто проглотила. Я не знаю, другие блогеры выпустили ответы, нет по этому поводу. Но я решил, по крайней мере. Я за себя отвечаю, здесь и за свою публику, за информирование своей публики, в том числе, как, да, инфлюенсер типа. Но что значит инфлюенсер? Я всегда говорю, смотрите мои видео, смотрите еще чьи-то видео, но в конце дня думайте, конечно же, сами, исходя из информации, которую вы получаете. И у меня в том числе куча есть видео, которые говорят просто о железных вещах, и многие, да, собственно, о правде, но люди просто не могут, не могут работать с правдой, не могут ее принять. И поэтому какая-то реакция отторжения идет. И в комментариях вы не найдете комментариев конструктивных, которые говорят, вот, Давид, вот ты там и там не был прав, потому что вот то-то, то-то. Таких комментариев вы не найдете. Есть комментарии в основном хейтерские, да, то есть здесь нет конструктива, так же, как и у Навального не было конструктива относительно разбора случая Елены Малышева. То есть это просто какое-то хейтерское видео. Ты богатый, а есть бедные. Ты виноват в этом. Полная хрень, на мой взгляд. Конечно же, я призываю своих зрителей повнимательнее в следующий раз относиться к тому, что делает Навальный, потому что это был просто прогон. Я понимаю, что это не самый частый вот метод Навального, но вот он случился. И когда он случится, в следующий раз никто не знает. Может, следующее видео тоже будет таким вот, Навальный будет продавливать своим имиджем и продавливать остро-социальную вот эту неравность в качестве аргумента того, что человек что-то неправомерное совершил. Кроме того, Навальный несколько раз цитировал Малышева и цитировал это с таким вот намеком, что здесь она не права, здесь полная чушь. В том числе тот пассаж, в котором Малышева говорит, что свободных денег в Америке, или где она там говорила, много-то не остается. Может, максимум будет 60 тысяч рублей, 70 тысяч рублей, то есть это по тем меркам уже около тысячи долларов. Я скажу, это слишком много. Вот здесь даже в Германии после вот этой зарплаты, но остается пару сотен евро. То есть здесь тоже таких нету, 60 тысяч рублей, чтобы свободных оставались. У нас квартиры, даже маленькая моя квартирка, она тоже стоит. И здесь по Германии говорят, что это супер дешевая квартира. Здесь как раз дороже есть, или в основном здесь дорогие квартиры. Здесь тоже заработки не самые высокие. Если посмотреть на потом свободную сумму, которая у тебя доступна каждый месяц. И, собственно, учитывая весь этот кризис сейчас с короной, то здесь заработки еще подсократятся. Я понимаю, что в России еще хуже станет, чем было, и до этого было хуже, чем в Германии в той же. Но это просто вот несравнимые тенденции, общие тенденции, которые общие для всех стран. И тоже моменты Малышева делала видео про молоко и вред молока. Малышева делала много всяких интересных видео, которые нужно критически рассматривать, а не вырезая своей ослепленной публике какие-то кусочки и намекая на то, что... Смотрите, ну ты понял, да? Ну ты понял. Где конструктивизм? Где аргументы? Где факты? Ничего такого нет. Поэтому абсолютный фейл для команды Навального от меня. Но если ты не согласен со мной, то, да, как всегда, конечно же, просто дизлайк. Конечно же, не пиши конструктивный комментарий, на который ты, в принципе, не способен. Если все окей, все круто и свои мысли возникли по этому поводу, пожалуйста, в комментариях, что вам из вот Малышевой больше всего понравилось, что вам не понравилось у Навального или понравилось. Наоборот, все мысли в комментариях можно указать. И я на этом, в принципе, прощаюсь. Галстюк такие замучил уже. Или корона. Доллар.